Подожди, перед просмотром этого ролика посмотри первую часть, ссылка в описании. А если ты её уже видел, тогда поставь лайкосик и подпишись на канал. Ведь поговаривают, что к тем, кто этого не сделает, ночью заглянет страшный клоун. Так что лучше не проверяй, слухи это или нет. Также включи колокольчик, чтобы не пропускать наши видосики. Ну и конечно же, не забудь оставить самый классный комментарий, если хочешь выиграть путёвку в следующее видео, как это сделал наш красавчик, с чем мы его и поздравляем. Короче говоря, оно. Я отлично провел время со своей девушкой и уже возвращался домой. Вот же Коля бестолковый, входную дверь не закрыл. Хотел накричать на брата, но дома его не было. Наверное, пошел в гости к своему другу Вадику. Я взглянул на время, пора ложиться спать, завтра рано вставать на работу. Почистил зубы, накрылся тёплым одеялом и вскоре уснул. Коля, это ты? Откуда он тут взялся? Фух, ну ты меня и напугал. Ты не смог. Ты не смог. Ты не смог. Коля, ты о чём? Ты не смог, звезди своего брата. Кинул его. Выбрал девушку. Я не бросал его. Коля, скажи ему. Ты меня бросил. Ты любишь только себя. Ненавижу кошмары. Что со мной происходит? Раньше называл своего брата сыкуном, но сегодня я сам навалил штаны. От страха у меня зашевелились волосы на голове. Стоп, я ведь лысый. Ладно, сейчас не об этом. Попытался проснуться, но я был не во сне. Пеневаясь, не привиделся мне. Всё происходит наяву. Что же делать? Для начала решил позвонить Вадику и убедиться в том, что мой брат у него. Но Вадик меня расстроил. Сказал, что со вчерашнего дня не видел Коля. Туза. Твой брат ребенок, девчонка, когда уйдил свои кошмары. А теперь давай посмотрим, чего боишься ты. Как я тут оказался? Это всё не по-настоящему. Собаки? Надо бежать. Ноги не слушают меня. Нет. 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 Это было страшно. Но я так просто не сдамся. Нужно найти брата. Надеюсь, что он жив. Вадик напугал. Ты ещё что тут забыл. На полмочи пришёл. Будем вместе искать Коля. Вадик, успокойся. И давай для начала присядем. Мне нужно тебе кое-что рассказать. Пошли. После услышанного Вадик начал смеяться. Он подумал, что это розыгрыш. Поэтому перестал меня слушать и хотел уже уходить. Но снова появился этот красный шар. Я заберу всех вас и буду лакомиться вашей плотью. Вадик, кто это сказал? Это твой новый друг. Ой, мамочки. Вадик. Может, хватит уже? Ты вроде бы говорил, что Коля грустно одному. Я хочу к нему. Как скажешь, Андрюша. Что тут за место? Коля. Коля. Коль, ты меня слышишь? Стоять. Коля, тебя не слышат. Я поглотил его разум. И теперь кошмары завладеют твоим братом. Братан, ты смелый. Перестань его бояться. И тогда мы сможем его одолеть. Меня не одолеть. Я не победил. Коля, он питается твоим страхом. Я верю. Ты сможешь. Да. Сделай это, Коля. Я не боюсь тебя. Ты маленький, слабый, без защиты, без умов. Никто это больше не боится. Я в тебе не сомневался. Ты победил, Коля. Нет, Андрей. Нет, Андрей. Нет, победили. Короче говоря, отключили интернет. Это была пятница. Я вернулся домой с работы. Я вернулся домой с работы. За целый день я ужасно проголодался. И поэтому первым делом заглянул в холодильник. В холодильнике было пусто. Дело в том, что я на мели. А зарплата только через пару дней. Решил зависнуть в интернете, чтобы отвлечься и не думать о еде. Переписывался со своей девушкой. Смотрел видосики. А потом пришло сообщение от брата. Андрей, я в беде. Мне срочно нужна помощь. Выручай. Я испугался. Неужели Коля снова во что-то вляпался? Я взял биту и уже готов был отправиться на помощь. Но тут очкастый прислал новое сообщение. Еще чуть-чуть и я задохнусь. Освежитель закончился. В шкафчике есть запасной. Быстрее подай мне его. Вот же... Дурак. Я заглянул в шкафчик. Нашел освежитель. И спас своего брата. Хотел продолжить просмотр видео. Но соединение с интернетом пропало. Я расстроился. Высунул провод. Всунул провод. Ничего не поменялось. Попросил помощи у брата. Одна минута и интернет заработает. Я сразу понял, что обратился к профессионалу. Коля взял отвертку. И начал фигачить модем. Забираю свои слова обратно. Как вы понимаете, интернет не заработал. Но брат не сдавался. Он взял нож и решил запугать модем. Угрозы тоже не дали положительного результата. Очкастый уже не знал, что делать. Поэтому стал на колени и начал умолять модем заработать. После этого я понял, что точно обратился не по адресу. Вечером я решил позвонить в техподдержку. Но как назло, на балансе закончились деньги. Стоп. А что если так надо? Вдруг судьба дает мне шанс изменить жизнь? Ведь целыми днями я только и делаю, что зависаю в интернете и занимаюсь всякой ерундой. С этого дня никакого интернета. Только с чего начать? Точно, я давно хотел научиться вкусно готовить. Но для того, чтобы посмотреть рецепт, нужен интернет. Ладно, научусь готовить в другой раз. Решил включить какой-нибудь фильм. Но для этого тоже нужен интернет. Мне становилось скучно. Неужели я даже день не смогу прожить без интернета? Интересно, а чем занимается Коля? Не понял. Это что получается? Я целый день голодаю. А ты тут тихоря мороженое кушаешь? Тебя девицы не учили? Андрей, ты пойми, я бы поделился с тобой. Но на днях я кое-что понял. Что ты понял? Понял, что тебе бы не мешало сбросить пару лишних килограммов. Ты офигел? Стоп. А откуда у тебя деньги на мороженое? Да. Я не помню. А-а-а. Кажись, припоминаю. Аккуратненько. Малой, слушай, я сейчас там занят. Вот тебе деньги, обязательно положи их на интернет. Ага. Коля. Коля, ты слышишь меня? Что? Я говорю, деньги на интернет не забудь положить. Какие деньги? Вот эти деньги. Хорошо, хорошо. А-а-а, вот оно что. Ну, теперь понятно, почему интернет не работает. Ты забыл деньги положить. Ага. Только не кричи. Да не буду на тебя кричать. Поживем пару дней без интернета, ничего страшного не случится. Ха-а-а. Согласен. Хотя подожди, ты ведь не все деньги потратила? Ну, нет, еще немного осталось. Отлично. Наконец-то. Я так скучал по тебе. Коля, интернет заработал. Ты млюдненький. Андрей, мне кажется, у тебя уже зависимость. Э-э-э, нет, тебе кажется. Ну да, ну да. Была среда. Я пытался выучить стихотворение. У меня была своя уникальная технология запоминания. Коля, что ты делаешь? Я прочитал, что если стоять на голове, то информация быстрее запоминается. Смотри аккуратно только. Аккуратно, это мое второе имя. Твоюшу налево. Чуть шли не сломал. В этот момент ко мне заглянул Вадик. У него был очень счастливый вид. Ты что такой радостный? А у меня сегодня будет свидание. Что? Какое свидание? Вадик начал рассказывать свою историю. Шел к тебе, не заметил ступеньки и упал. В этот момент по лестнице спускалась девушка. Она помогла мне встать. Я как увидел ее, влюбился с первого взгляда. Так, подожди. Ты позвал ее на свидание или нет? Ну как бы нет. Она сразу куда-то ушла. Но я надеюсь, что она вернется. И как только я ее встречу, сразу позову на свидание. Хм. Хитрый план. Только тебя надо привести в порядок. Давай, пойдем. Пойдем. Я расчесал Вадика. Протер ему очки. Он откуда-то достал цветок. Занял позицию и стал ждать девушку. Я решил не мешать другу, поэтому занимался своими делами. На протяжении нескольких часов я постоянно проверял этого самца. Он по-прежнему стоял, пердел и ждал девушку. И вот во время очередной проверки я увидел, как Вадик уснул. Нужно срочно его разбудить. Только хотел подбежать к другу, но заметил девушку. Скорее всего, это она. Я крикнул Вадику, но получилось как-то жутко. Вадик испугался. Девушка тоже испугалась. Подумала, что Вадик маньяк, ударила его ногой и убежала. Ничего не понимаю. Кто-то крикнул. Я испугался. А потом удар по колокольчикам. Вот скажи, за что она меня ударила? Понимаешь, Вадик, девушек понять сложно. Но походу ты ей просто не понравился. После моих слов Вадик стал сам не свой. Он замкнулся в себе. Перестал разговаривать со мной. И даже не играл приставку. А на следующий день, когда я возвращался со школы, увидел Вадика у себя в подъезде. Вид у него был ужасный. Вадик, давай заканчивай со своей депрессией. Понимаешь, Коля? Когда она меня бросила, моя жизнь борта под откос. Я не хочу возвращаться домой. У меня нет смысла существования. Послушай, Вадик, не накручивай себя. Она всего лишь помогла тебе подняться, а ты сразу влюбился. Так не бывает. Ты слишком молод. У тебя всё будет. И девушка, и любовь. Кажется, мои слова начали доходить до Вадика. Он успокоился и сказал, что больше не будет портить себе жизнь. Я обрадовался и позвал Вадика в гости. Дома был брат со своей девушкой. Зайдя в квартиру, Вадик чихнул. Ты всё навел сам собой. Будь здоров, Вадик. Ты что-то пишешь? Валя, кажется, я влюбился. Ох, пойдём ещё раз поговорим. Ничему тебя жизнь не учит. Вадик, быстрее, Вадик. Быстрее. Не забудь поставить лайк, подписаться и включить колокольчик, потому что новые видосики выходят каждую среду и субботу в 10.00 по московскому времени. А также посмотри все остальные ролики на нашем канале. Ну и не забудь посоветовать своим друзьям. Удачи тебе и до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»